Жители, да вы вообще себя слышите? Это же просто бред какой-то! Вы вообще чем думали, когда это придумывали? Обалдеть просто! Всем привет, ребят! Меня зовут Пиксель, и прямо сейчас, как вы можете заметить, я нахожусь у себя в деревне жителей номер 13. И это срочное включение, потому что жители моей деревни в очередной раз придумали способ, как подарить мне огромное количество денег. Да ладно тебе, Пиксель, чё ты опять такой самоуверенный-то? Да потому что это бред какой-то! Ну вот повторите, пожалуйста, для подписчиков и зрителей моего канала вашу идею. Я очень хочу, чтобы все прямо сейчас с вас посмеялись. Если честно, Пиксель, не знаю, что здесь смешного. Ну ладно, в принципе, давай повторю. Если ты сможешь поймать нас в крутую ловушку, то мы заплатим тебе 100 тысяч долларов. Ну вот именно с этого я, в принципе, и смеялся. Ребята, вы это слышите? Вы это слышите? Жители снова хотят подарить мне деньги. Недавно на моём канале уже выходил ролик, где носатые за каждого найденного жителя в прятках предлагали мне 100 тысяч долларов. Ну и как вы понимаете, в ту мини-игру я, несомненно, выиграл, потому что в прятках я большой профессионал. Но и в ловушках я тоже большой профессионал, потому что за 4 года ведения своего канала я их строил огромное-огромное количество. Ну, в принципе, по этой причине я нахожусь в креативе, потому что сегодня я не против заработать и записать офигенное видео. Ой, конечно, заработать он там планирует. Ничего у тебя не получится, Пиксель. И важное уточнение. У тебя будет всего лишь 5 попыток. Хорошо, жители, хорошо. В принципе, без проблем. Ваш челлендж я принимаю и прямо сейчас вместе с подписчиками отправляюсь к себе в домик для того, чтобы подготовить все необходимые предметы. И да, ребята, кстати, пожалуйста, по старой доброй традиции перед просмотром этого ролика поставьте на него лайкосик, чтобы у нас гарантированно всё получилось. А я тем временем потихонечку начинаю готовиться. И я предлагаю начать с чего-то максимально простого, чтобы максимально быстро заработать первые 100 тысяч долларов. Естественно, первая ловушка будет связана с нашими любимыми гост-блоками. Я уже их подготовил и прямо сейчас, ребята, зайду в абсолютно случайный домик, в абсолютно случайное сооружение и установлю эту замечательную ловушку. Так, сюда не подходит, ребята, там стоит житель, он может всё спалить, поэтому давайте по старой доброй традиции поиздеваемся немножечко над домом мэра. Гос-блоки вещь довольно-таки простая, думаю, даже не нужно объяснять, как они работают. Так, быстренько устанавливаем их вот сюда и по большому счёту убеждаемся в том, что всё работает. Ну и на всякий случай установим сюда дополнительные факела, чтобы нам было лучше видно. Ну и теперь, как вы понимаете, нам остаётся только одно. Нам нужно занять какую-то очень выгодную позицию для того, чтобы записать, как носатые в неё попадутся. Ну, сами должны понимать, ребята, чтобы у нас было неопровержимое доказательство того, что ловушка всё-таки работает. Так, посмотрим, что у нас. Опа, в домике мэра. Опа, призрачные блоки поставил. Вот это дурилка, конечно. Сейчас я его, опа, быстренько отсюда убираю и благополучно пробираюсь в домик. Вот это пиксель смешной, конечно. В общем-то, ребята, как вы видели, носатые оказались куда умнее, чем я мог ожидать. Он не попался на самую примитивную ловушку с призрачными блоками. Это, конечно, с одной стороны довольно-таки логично, потому что ловушка, извините меня, дурацкая, но, блин, я реально на это не рассчитывал. Но ничего, ребята, у меня есть ещё 4 попытки, и, как вы понимаете, я 100% смогу поймать носатых. И следующая ловушка будет тоже максимально примитивной, но, однако, уже гораздо-гораздо серьёзней. Это, ребята, наковальня наголову. Во-первых, это очень больно, а, во-вторых, довольно-таки неожиданно. Сама по себе эта ловушка строится довольно-таки просто, да и, тем более, у меня есть мод на вертикальный редстоун. Поэтому это, как говорится, вообще не проблема. Сейчас я это быстренько построю, ребята, и покажу вам уже непосредственно финальный результат. В общем-то, ребята, спустя полторы минуты строительства механизм полностью готов. Да, он получился немного громоздким, но самое главное, что он работает. И давайте я вам, в принципе, расскажу, как это всё здесь устроено. При входе я установил вот такую вот замечательную секретную нажимную плиту, от которой уходит редстоун-сигнал к нашему замечательному редстоун-факелу. Редстоун-факел гаснет, поршень, так скажем, забирается, открывает нашу дырочку, куда мы вместе с вами должны поставить наковальню. И если всё это будет происходить очень быстро, то происходит это, в принципе, вот так вот. Как вы можете заметить, всё работает, и это самое главное. И вот я уверен на тысячу процентов, что носатый сто процентов попадётся на эту ловушку. Пам-парам-пам-пам-пам. Так, мне нужно взять вещи из сундука. Ёшкин кот, совсем что ли ненормальный пиксель? Во-первых, ловушку мне в дом поставил. Во-вторых, ещё и не работающую. Ё-моё, ребята, да что сегодня с этими жителями? Почему они настолько бдительны, и почему им так сильно сегодня везёт? Ну, ну вот как кузнец смог обойти эту офигенную ловушку? Как она вообще не сработала-то, блин? Точнее, сработала, но с большой задержкой. Просто ужас какой-то. Я, конечно, стараюсь не расстраиваться, ребята, но, блин, у меня осталось всего лишь три попытки. И я капец как сильно не хочу проигрывать сегодня носатым. Поэтому давайте прямо сейчас сделаем просто офигенную ловушку в лесу, и параллельно с этим совместим её с другой ловушкой. То бишь, иными словами, я потрачу прямо сейчас сразу две своих попытки. Первая ловушка довольно-таки известная. Это взрывное деревце, ребята. Для этого нам понадобится установить сюда замечательный наблюдатель. Самое главное сделать это правильно. И после чего заложить сюда небольшое количество динамита. Но опять же, ребята, это ещё не всё. Я хочу установить сюда капканы. Я хочу установить сюда более большие капканы. И параллельно с этим зад, так скажем, маскировать всё это вот в такой вот травушке-муравушке. То есть носатый, знаете, будет идти. Попадётся в мой капканчик. Его бдительность упадёт. Он подумает, что это все ловушки, которые я здесь приготовил. Начнёт добывать дерево. И в итоге попадётся на ловушку, которая принесёт нам вместе с вами целых 100 тысяч долларов. Так, устанавливаем травушки побольше, ребята. Чтобы они точно ничего не заметили. Потому что, как вы понимаете, трава эта штука довольно-таки, ну, неприметная. Никто бы в жизни, наверное, не подумал, что здесь можно что-то спрятать. Причём, знаете, я спрячу огромное количество этих капканов. Потому что это одна ловушка. Чтобы с любой стороны, с которой подошёл житель, его ждал неприятный сюрприз. Я очень сильно надеюсь на то, что у нас вместе с вами прямо сейчас точно всё получится. Потому что, если, блин, и эта ловушка не сработает, то тогда извините. Я реально не знаю, что мне тогда строить. У меня останется всего лишь одна попытка. А я гарантированно должен сегодня победить. Мне эти деньги не нужны. Я просто выиграть хочу. Короче, ребята, надеемся очень на то, что Носатый какой-нибудь попадётся вот в это минное поле. Мэр со своим деревом достал уже, конечно. Для чего мы его столько добываем? Вот это пиксель, конечно, смешной. Капканы тут расставил. Ой, ё-моё, он реально думал, я этого не замечу. Зачем этих капканов столько наставил, если честно, непонятно. Может, он меня таким образом отвлечь хотел? Вот же, блин. Может быть, где-то здесь установлена ещё одна ловушечка? Ну-ка, проверю. Реально установлена. Вот это пиксель дурачок, конечно. Нет, ребята, ну вы это видели. Но объясните мне, пожалуйста, как это, блин, возможно? Почему никто из жителей моей деревни сегодня не попадается на мои ловушки? То ли со мной что-то не так, то ли Носатый из моей деревушки сегодня резким образом все одновременно поумнели. И как вы понимаете, ребята, у меня осталась одна единственная попытка, но её я сейчас реализую по максимуму. Сейчас я построю такую ловушку, от которой в буквальном смысле у каждого жителя в моей деревне загорится голова. Да, ребята, вы не ослышались. Именно голова и именно загорится. Потому что прямо сейчас я беру самые настоящие раздатчики. Я беру огненные шары, только для начала их найти нужно. Хотя, в принципе, лучше бы поиском воспользоваться. А не нужны никакие поиски, ребята. Я уже эти шары нашёл. После чего беру вертикальный редстоун. И, пожалуй, ещё возьму каких-нибудь повторителей. И сейчас в самом маленьком доме, в максимально беспалевном месте установлю этот раздатчик. Ловушка максимально банальная, ребята, но я уверен, они на неё 100% попадутся. Потому что я сейчас всё замаскирую просто идеально. Никто ничего не заметит и 100% в это попадётся. Прошло буквально 30 секунд, ребята, и ловушка полностью готова. Система максимально компактная и параллельно с этим максимально беспалевная. Никак ты её отсюда не заметишь. Дырки вот этой не видно, потому что дверка её перекрывает. Нажимной плиты не видно. И раздатчика тоже не видно, потому что вот этот блок тебе мешает. Сверху тоже ничего не видно. И с внешней стороны, в принципе, тоже. Ну, какая-то полосочка, даже если кто-то из жителей её заметит. Я уверен, они не придадут этому никакого значения. И если носатые и сейчас как-то эту ловушку рассекретят, и если сейчас они на неё не попадутся, ну, тогда, ребята, я не знаю, можете ставить дизлайки на это видео. Но я почему-то более чем уверен, что прямо сейчас минимум один носатый попадётся в эту ловушку и заплатит мне 100 тысяч долларов. Эх, дом, милый дом, полежать бы поскорее. Ёшкин кот, блин, огнище на голове у меня, помогите! Вот то, что я вам и говорил, ребята, то, что я вам и говорил. Эта ловушка действительно шикарная, и её очень сложно заметить. И именно по этой причине носатый в неё попался, принёс мне в кармашек 100 тысяч долларов и победу в сегодняшнем челлендже. Но, признаюсь честно, это всё-таки было довольно-таки сложно, потому что носатые, видимо, запомнили самые популярные ловушки, которые я когда-либо использовал. Поэтому я вас очень прошу, ребята, если вы досмотрели до этого момента, обязательно опуститесь прямо сейчас под видео и напишите в комментариях свою любимую ловушку. Напишите, как её построить, как её использовать и так далее и тому подобное. А я ваши комментарии прочитаю и, возможно, совсем скоро запишу ролик с вашими замечательными ловушками и, соответственно, с троллингом жителей моей деревни. А на этой ноте я, пожалуй, буду заканчивать сегодняшнее видео. Не забывайте подписываться на канал, тыкать на лайк и нажимать на колокольчик, а также обязательно заходите завтра для просмотра нового интересного видосика. Всем огромное спасибо за просмотр, всем удачи, до завтра и пока-пока.